Где революция? Давай, ребята, ты меня заставишь! И мы, наконец, дошли до последней части методов манипуляции. И последний, самый главный из них – магия хаоса. То, что известно, как гегелевская диалектика или проблема-реакция-решение. И мы будем говорить, что такое гегелевская диалектика, и мы увидим пример того, как она используется, проанализировав оккультный ритуал 11 сентября 2001 года. Гегелевская диалектика – вот что такое магия хаоса на самом деле. И это идеология, сформулированная Георгом Гегелем, немецким философом. Гегелевская диалектика – это система идей, способных приводить наши мысли и действия к противоречиям, ведущим к предопределенному решению. То есть решение определено заранее, до того, как что-то случится. Люди, осуществляющие подобное, желают определенного результата. Это система взглядов, основанная на результате. Система, работающая на результат. Она говорит, должно случиться это. Это конечный результат, которого мы хотим, и все прочее нежелательно и нам не нужно. Это произойдет таким образом. Мы лишь должны убедить людей, что все должно произойти именно так. Поэтому вы направляете мысли и действия на принятие решений людьми, которые приведут к тому, чего вы хотели с самого начала. Это осуществляется манипулированием сознания в закольцованный шаблон, замкнутый круг мыслей и действий. Еще раз, это манипуляция сознанием. По сути, контроль разума. Заготовленные решения этих конфликтов не могут быть предложены, пока те, кем манипулируют, не примут сторону, которая продвигает предопределенный замысел. Замысел заранее определен, нам нужно лишь создать искусственный конфликт, чтобы все произошло так, как мы изначально задумывали и проектировали. Итак, это диалектика Гегеля. И не то, чтобы Гегель был плохим человеком сам по себе. Это очередное извращение. Колдовство хаоса – это частный случай гегелевской диалектики, поскольку это модифицированная версия этой диалектики для темной цели, для манипуляции. Исследователь Дэвид Айк назвал это «проблема, реакция, решение». И это отличное определение. Оно прекрасно описывает идею. Вы создаете проблему, чтобы вызвать нужную реакцию, и затем вы предлагаете решение, решение, предопределенное заранее. Но я предпочитаю называть это хаос-замешательство-возможность, поскольку, думаю, оно более точно описывает то, в чем на самом деле состоит данный процесс. Вы хотите создать хаос. Вам нужна хаотическая ситуация, потому что реакция, которой вы ждете, это замешательство, незнание, что делать или как действовать соответственно данной ситуации. Когда происходит замешательство, сознание подвержено страху. И поэтому человек готов принять немалые ограничения и контроль, лишь бы вернуться к порядку. И, следовательно, это возможность предложить ваше заранее подготовленное решение и заставить его согласиться с тем, чего вы хотели изначально. Дэвид Рокфеллер отлично описал гегелевскую диалектику. Он сказал, мы находимся на грани глобальной трансформации. Все, что нам нужно, это подходящий крупный кризис, и все страны примут новый мировой порядок. И совсем не о светлом мировом порядке он говорит. Это и был тот самый крупный кризис, который они же и создали. События 11 сентября 2001 года были примером искаженной гегелевской диалектики. были примером магии хаоса. Это был оккультный ритуал человеческого жертвоприношения, включавший в себя символику трех главных образцов оккультной символики и идеологии ради создания синтеза, им необходимого. и этими тремя оккультными школами или оккультными идеологиями, использованными в тот день, символизм, которых использовался в тот день, были каббала, таро и фримасонство. И прежде чем углубиться в детали, хочу категорически отметить, что я полностью убежден, что ни одна из этих систем непорочна сама по себе. Дело в том, как используются оккультные науки, как оккультное знание используется практикующими его, и с какой целью. Вот что определяет, служит оно добру или злу. То есть эти практики или эти системы знания не являются порочными ни в коей мере, они лишь знания. Дело в том, как они используются. Давайте уясним это с самого начала. Итак, во всех этих трех системах оккультного знания закодировано понимание человеческой психологической натуры и человеческого сознания. И ритуал 11 сентября, по сути, служил разрушению этого знания и подавлению правды и роста нашего осознания реальности, разрушению нашей осознанности, разрушению сознания. И мы рассмотрим некоторые примеры этой оккультной иконографии и символизма, использованные в тот день, самый яркий из которых в картах Таро. Это изображение из Таро, известное как башня. Это карта, символизирующая конец старого порядка вещей и рождение нового порядка вещей. Это разрушение чего-либо, что устарело и износилось, и постройки чего-то нового на его месте. Что-то сносится, чтобы расчистить место и построить на нем что-то взамен. Итак, это Таро. Башня изображена в момент попадания в нее удар молнии. Она в огне. и люди выпадают из ее окон. И то же самое мы видели 11 сентября 2001 года. Мы видели башни, подвергшиеся удару. Они горели, и люди выпрыгивали из окон. Так что очевидно, что оккультная символика этой конкретной карты использовалась в этот день. Было это полностью сделано с умыслом или было совпадением? Я оставлю решать тем, кто смотрит это видео. Но одна из главных вещей, что нам нужно понять, чтобы увидеть, как был усуществлен этот ритуал, что в Нью-Йорке разрушились не два здания. Три здания упали в этот день только в Нью-Йорке. Многие люди до сих пор не знают об этом или не понимают. Как неудивительно, потому что основные СМИ показали падение этого здания справа всего один раз. И в общем никогда не показывали этого снова. Только в интернете, если поискать, можно найти видео разрушение здания номер семь мирового торгового центра. Некоторые люди до сих пор не знают, что еще одно здание упало в 17 часов 20 минут в тот день. То есть нам в первую очередь надо понять, что не только башни-близнецы были разрушены до основания, но также и здание номер семь. 47-этажное здание из бетона и армированной стали сложилось, не задев других зданий, примерно за 6,5 секунд в 17 часов 20 минут 11 сентября 2001 года. Хотя ни один самолет в него не врезался. Я не буду сегодня спорить о физических причинах падения зданий и углубляться в нюансы, как все происходило 11 сентября, в физику того, как именно все случилось. Меня гораздо больше интересует использовать это время, чтобы обсудить и рассмотреть оккультную символику, использованную в том, что я считаю темным оккультным ритуалом, ритуалом, включающим в себя модифицированную гегелевскую диалектику. Итак, во-первых, помните, что три башни упали, три столпа, если хотите, упали 11 сентября, а не два. Первая оккультная система, которую я собираюсь рассмотреть в отношении 11 сентября, это каббала. Каббала это древнесемитская форма оккультизма. Иудаизм в некоторой мере связан с каббалой. И это главная символическая структура, основной символический образ каббалы. Он известен как сферотическое древо жизни. Его называют лестницей к Богу. Это уровни в сознании, ступени к Богу. И здесь 10 этих сфер на древе. Если посчитать, в сумме их 10. Одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эти сферы известны как сферот. Итак, 10 сферот составляют древо жизни. И в древних книгах, описывающих этот символ древа жизни, в книгах Зоар и Сефер Ецира рассматривается то, что есть только 10 сферот. Их не девять, и их не одиннадцать. Это особо оговорено в этих книгах. Говорить, что сферот больше или меньше считается неким богохульством в кабале, поскольку их ровно 10. То есть вот к чему частично восходит название этого ритуала. Не девять, не одиннадцать, а ритуал происходит одиннадцатого числа девятого месяца. И мы еще поговорим об оккультной значимости нумерологии. Рассмотрим и это. Но в кабале 9 и 11 считается богохульством против десяти сферот, если вы говорите о количестве меньше десяти или больше десяти. И мы также видим, что и номера этих зданий в ВТЦ символичны, если соотнести этот ритуал с кабалой, поскольку упавшими зданиями были башня номер один, это была мужская башня, на ее крыше был фаллический символ, это башня номер один в системе нумерации мирового торгового центра. Женская башня это башня номер два, а это здание мирового торгового центра номер семь. И если сложить их номера вместе, получаем один плюс два плюс семь, что равно десяти. Итак, мы видим, что на древе десять сферот, и номера зданий дают в сумме десять. То есть они сносят эти десять в виде зданий и разрушают символические десять сферот. Как видите, десять сферот составляют три столпа, три колонны. Это путь левой руки, известный как путь строгости. Это путь правой руки, известный как путь милосердия. Опять же, здесь есть корреляция с фримасонскими столпами. Это будет столб милосердия или яхин, а это столб строгости или боаз. А также есть путь умеренности, равновесия или путь воли, воли к росту в сознании. Эта сфера представляет низшее базовое сознание, а эта сфера представляет космическое сознание. Не сильно углубляясь в объяснение того, что символизирует каждая сфера, просто поймите, что этот срединный столб это синтез между двумя крайними. Здесь слишком много мужского аспекта или контроля, а здесь излишнее подчинение контролю. Можно рассматривать это таким образом, раз это путь строгости, а это путь милосердия. Можно рассматривать это путь человека и не стремящегося контролю, и не раба, не пытаясь доминировать и не поддаваясь доминированию. Следовательно, срединный путь, как это называется в буддизме, объединение женского и мужского начала, химическая свадьба. Это восхождение от базового сознания через взаимоотношения с совестью, сердечной чакрой, и достижение космического сознания, или более высокого уровня сознания, символизируемого коронной сфирой. Видите, если совместить эти сфиры вместе, так? Если взять эти три уровня и совместить их на срединный столб, сводя эти дуалистические аспекты свирот в одну, вы увидите, что на самом деле это представляет собой систему чакр. Семь чакр. Это корневая чакра, крестцовая чакра. Эти две составят чакру солнечного сплетения. Сердечная чакра, эти две составят горловую чакру, эти две составят чакру третьего глаза, а это представляет коронарную чакру. То есть здесь все семь чакр. Хорошо? И мы видим, что это будет на срединном столбе, и он будет содержать семь чакр. И опять же, срединный столб это здание номер семь. Все прекрасно соотносится. здесь чакры представлены в виде семи планет на срединном столбе, на спинном хребте, подъем энергии кундалини вверх по позвоночнику к макушке головы. Снизу, самый дальний от солнца, пока не поднимемся до солярного разума. И земля является сердечной чакрой в этой системе. Земля и луна прямо посередине. Она четвертая среди семи чакр. А вот что в конечном счете разрушается. Сознание уничтожается, сравнивается с землей под видом разрушения этих башен. Итак, это была каббала. Это был каббалистический аспект разрушения зданий мирового торгового центра, трех столпов мирового торгового центра. Вторая оккультная традиция карты Таро. Мы видим снова колонны Яхин и Боаз. Как видите, они поменены местами в данном случае. Они стоят тем же образом, которым они показаны на каббалистическом древе жизни. Но это мужской столб, столб света, столб милосердия. И это мужской столб, поскольку вы смотрите на вход в храм, который видели на табеле, обсуждавшемся нами ранее. Столб света был с этой стороны, потому что вы снаружи храма, входя в него. В этом примере вы внутри храма, смотрите наружу, и богиня сидит в храме, но она скрыта от взгляда снаружи. Поэтому если представить, что вы входите внутрь с ее спины, так, и она скрыта, столб Яхин будет слева от вас. И это мужской столб. И здесь мы видим мужской столб с фаллическим символом. Женский столб, видите, он справа от нее, а мужской слева от нее. Итак, перед вами женский столб, символизирующий боас. Мужской столб представляет собой Яхин. Столб посередине символизирует великую богиню. Опять же, это жертвоприношение великой богини. Мы снова сталкиваемся с этим. Тут мы видим, что она лунная богиня. У нее на груди крест. Крест сына, которого она несет в себе, которому она дает рождение. Здесь мы видим древо сферот позади нее. Поскольку Таро, Кабала и фримасонство являются аспектами оккультизма, которые стоит изучать вместе друг с другом, чтобы полностью понять их, богиня держит в руках книгу истины, Тору, закон, истину, и книга полускрыта ее мантией, поскольку никто не знает, чем все закончится, будущее еще предстоит вписать в нее. Итак, в древних традициях поклонения великой богине, она была известна как Тара, Т-А-Р-А, и вот почему в результате этого ритуала у нас теперь война с терроризмом, с террором, но видите ли, если произносить это быстро, слово террор фонетически превращается в слово Тара, война с Тарой, война против великой богини, война со священным женским началом, война с нашим эмоциональным женским аспектом, чтобы отключить нашу совесть, чтобы мы просто следовали приказам, делали все, что бы нам не скомандовали сделать, лишь следуя приказам, не обращаясь к своей совести, жертвоприношения великой богини, неравнодушия, совести, священного женского принципа в человеке. Итак, еще раз, этот срединный столб самый важный, это синтез между мужской и женской энергиями, двумя крайними столбами. То есть, третий столб это принцип истины, поскольку другое имя для этой богини в древне египетской традиции было Таурт, и имя Таурт как бы фонетически изменилось и стало Таурт. Вот откуда у нас взялось слово Трус, правда, истина, фонетически, слово Трус, истина, происходит от имени этой богини. Итак, она богиня истины. И вот почему существует движение правды об 11 сентября, поскольку они слишком рисковали, доводя до конца свой ритуал, хотя самолет не врезался в здание номер 7, какой-то самолет должен был, скорее да, чем нет, врезаться в это здание, или что-то еще должно было врезаться в это здание. Считаете ли вы, что это самолет, или как бы вы не считали, что на самом деле использовалось, или какая сила была использована, чтобы уронить эти здания, для меня не важно, здания действительно рассыпались, они были снесены. И верите вы, что это было контролируемым сносом, или какой-то более экзотической технологией, неважно, для нашего разбора, здания были разрушены, и это главное. И срединный столб, представляющий собой великую богиню, которая символизирует истину, путь к высшему сознанию, объединение мужского и женского принципов сознания в индивидууме, разрушается, ритуально, символически, мы разрушаем священное женское начало, заботу, неравнодушие, совесть, разрушаем сознание, разрушаем истину. Вот в чем смысл ритуала. И вот почему здание номер семь должно было упасть. Что-то пошло не так, не по плану. То, что должно было произойти физически с этим зданием, не случилось, когда это было запланировано случиться, поскольку явно эти здания были начинены взрывчаткой задолго до того, как произошел сам ритуал, потому что взрывы действительно были внутри зданий, и никто не смог бы заминировать их в тот день. То есть, что-то случилось, и они не могли разрушить его так, как они того хотели, но и не могли оставить срединный столб стоять, поскольку, если бы они оставили его невредимым, это символически обозначало бы, что воля выстояла, воля расти в сознании, это символически представляло бы собой, что истина устояла, что великая богиня выстояла, и они не могли себе этого позволить. Им было необходимо завершить символическую интерпретацию этого массового ритуала, разрушив срединный столб, даже если ничто в него не врезалось. Вот почему они разрушили его под конец дня. Итак, так с этим связаны карты Таро, а также Великая Богиня. Это символическое жертвоприношение священного женского начала, Великой Богиня, повторюсь. И теперь очевидный пример здесь трех столбов, которые мы уже видели на масонском табеле. Опять же, мужской или солнечный столб, Яхин, женский или лунный столб, Буаз, и, наконец, столб Иакова, лестница Иакова, срединный столб, Тот, что ведет тебя сквозь звездные врата, ведет тебя сквозь всевидящее око, всевидящее око, направляющее все действие, проводит тебя сквозь него, через звездные врата, царство истинного света, разумного принципа Вселенной. И данный средний столб, синтез между этими двумя, то есть это тезис, а это антитезис, антитезис, соответственно, это синтез, такова гегелевская диалектика. Вы объединяете тезис с его антитезисом, чтобы создать синтез, которого вы ищете. И это лестница к высшему сознанию, к возвышенности, можно сказать, с которой можно видеть всю игровую доску, видеть всю поверхность пола в доме, как они это называют в масонстве. Вы видите его с более высокой перспективы, и оттуда можно контролировать и сталкивать друг с другом две противоположные стороны. Тот, кто достиг этого уровня, возвышения третьего, срединного столпа, по-настоящему видят вещи, которые человек базового сознания с низкой, черно-белой, дуальной перспективы видеть не способен. Поэтому ими легко можно манипулировать, словно кукловод, сталкивая двух марионеток на ниточках друг с другом. Вот как работает гегелевская диалектика, и именно так они используют это событие. Они сталкивают друг с другом две стороны, христианские нации с мусульманскими, в то время как те, кто хочет синтеза, создали всю ситуацию, они срежиссировали все случившееся, и получили свой синтез, развязывая войны со странами, на самом деле не имевшими никакого отношения к событиям этого дня, поскольку это было срежиссированным в верхах оккультным ритуалом, контролировавшимся невидимыми темными магами из-за кулис, и вся операция направлялась из этого всевидящего ока, из Пентагона. И разрушение под конец срединного столпа может символизировать то, что когда главный кукловод вскарабкался на высший уровень, чтобы сталкивать лбами две стороны друг с другом, он должен уничтожить лестницу, чтобы никто не мог подняться туда же и обнаружить, что именно он дергает за ниточки. В данном символическом контексте вот почему они разрушили срединный столб, то есть это работает в любом контексте. Помимо того, в масонстве хирам Абиф является символом истины или совести. Он здесь срединный столб. Он великий архитектор храма Соломона, верховный архитектор. Хирам Цартира, младший архитектор, представлен наугольником. Хирам Абиф олицетворяет это заглавное Г в центре Гранд Архитектор. Он великий архитектор Соломона, символизируемого циркулем в масонском циркуле и наугольнике. То есть он также проявление истины, синтеза между мужским и женским аспектами. И на его глазах повязка, истина слепа. И опять же, он символизирует посвящаемого Неофита, кто изначально слеп, и потом он постепенно становится всевидящим оком, поднимаясь к высшему уровню осознания. Он начинает свой путь на полу дома, слепой к свету, и заканчивает у всевидящего ока. Опять же, символическое понимание сознания, как путешествие из тьмы к свету. И это также олицетворение, эти столпы олицетворяют храм Соломона. И оригинальный храм Соломона это комплекс пирамид в Гизе. Эти пирамиды олицетворяют воплощение мистических традиций о храме в человеке. Вот что они представляли тогда. И здания в Нью-Йорке были новой постройкой этого символического храма в Нью-Йорке, так же, как они были построены в Гизе, как храм Соломона был построен в Иерусалиме и затем был разрушен до основания. И другая его версия была построена заново в Нью-Йорке символически и затем снова разрушена. И теперь они планируют построить еще один храм Соломона на земле, где был разрушен всемирный торговый центр. Но они планируют совсем иную постройку на этот раз, как мы поймем, добравшись до нужного слайда. Видите ли, хирам Абиф, ритуал посвящения в мастера Зодчего, символизирует ритуальное убийство хирама Абифа, и он говорит, что он отказывается передать секреты, секреты фримасонства, отказывается поведать тайное слово мастера Зодчего. Он говорит, я не поведаю его этим нечестивцам, пытающимся подкупить меня. Они хотят узнать слово, не проделав нужной работы. И его в конечном счете убивают за отказ поведать тайное слово. И он лишь говорит им, что вы узнаете слово мастера лишь когда храм будет отстроен заново. Это символ того, что храм в человеке, мозг, находится в полном упадке, пострадав от манипуляции, контроля и доведения сознания людей до нижайшего уровня. Был совершенно перепрограммирован на принятие лжи за истину, отказываясь принимать истину, какой она есть. То есть храм обив, как представитель и служитель истины, отказывается поддаться насилию или применять его сам. И его ритуально убивают за это. Это символизирует умерщвление аспекта низшего, базового сознания, которое прирождается через связь с совестью, как вдовий сын. Видите ли, храм обив, сын вдовы, и это опять же сын лимбической системы мозга, материнского, женского аспекта, не имеющего мужской противоположности, поскольку рептильный комплекс, низший отдел мозга, попадает под контроль нашей интуитивной стороны и нашей совести. Поэтому ребенок мужского пола, дитя истинно нравственных поступков, объединенный неокортекс, рожден вдовой, матерью без отца. Это непорочное зачатие. Это история Христа, пересказанная иным образом. Рождается вдове сын. Объединенный неокортекс дает человека истинно нравственных действий, поскольку они рождаются от интуитивной женской части мозга, когда доминирование мужской рептильной части мозга ослабло и отмерло. Вот о чем говорит история Хирама Абифа. И он говорит нечестивцам, погрязшим в низшем сознании, угрожающим убить его за отказ выдать секреты прямосонства. Вы узнаете это слово, когда храм, храм здесь будет отстроен заново. И это слово, потерянное слово прямосонства это равновесие. Таково их потерянное слово, поскольку мы стремимся именно к равновесию между полушариями нашего мозга. И мужская, и женская полярности всегда живут внутри нас. Им нужно достичь состояния равновесия. И тогда храм будет отстроен заново. мозг будет оперировать при глобальной слаженности двух полушарий мозга. Откроется третий глаз, и космическое сознание проснется. Вот о чем эта история. Вот о чем история ритуального убийства Хирама Абифа. И мы будем помнить об этом, понимая, что будет строиться новый храм на руинах старого храма в Нью-Йорке. Повторюсь, комплекс мирового торгового центра являлся символическим воплощением оригинального храма Соломона, комплекса пирамид в Гизи, построенным заново в Нью-Йорке. Здесь мы видим те же три столпа в Гизи, два особенно больших возвышения или столпа и одно малое. И мы видим их построенными здесь, две высоких и одну более чем в половину меньшую, чем этих колонн. И данные колонны также символ вавилонского истукана с головой из чистого золота, приснившегося Навуходоносору в книге пророка Даниила, пророческой книги Библии. Истукан с золотой головой олицетворяет централизованную власть, власть фараона, полную гегемонию неоспоримого правителя мира, мира единого порядка, церковь и государство, объединенные в голове из золота. И со сменой династии власть убывает, она проходит через серебряный век, затем бронзовый, и в конце концов мы наблюдаем разделение церкви и государства. И у нас здесь железные ноги разделенных государства и церкви. И наконец мы доходим до глиняных ступней, если углубляться в символику книги Даниила. И это понимание того, насколько власть, грязь и беспорядок, и со временем она ослабевала, пока они не попытались вернуться от этого уровня к этому. Именно этим будет темный новый мировой порядок, разрушением двух столпов и объединением их в одну централизованную власть, в единое мировое государство и религию. Вот в чем по сути заключается новый мировой порядок, темный новый мировой порядок, то есть они разрушают эти две железные ноги, две железные ноги вавилонского истукана, чтобы попытаться вернуться к единой централизованной власти, церкви и государства. Эти башни можно символически рассматривать как разрушаемые церковь и государства. И вот где еще мы видим концепции церкви и государства. На карте смерть в старших арканах карт Таро. Мы видим всадника смерть на белом коне с флагом, черным флагом с перевернутой пентаграммой на нем, означающей уничтожение духа. Он сбивает с ног короля и собирается сбить папу или священника, то есть это глава государства, это глава церкви или религии и он сбивает их обоих с ног, разрушая церковь и государство. И вы видите на заднем плане два столпа с заходящим солнцем на заднем плане. Свет уходит из мира между двух колонн. Исключительно символично. Это изображение нового храма, которое они хотят построить. На месте, где стояло два столпа, они планируют возвести один. Один там, где стояло два. Тезис и антитезис разрушены и создан синтез. Фаллический символ. Один мужской фаллический символ, возведенный на том месте, где когда-то стояли колонны, символизировавшие церковь и государство. Понятно, что данные здания не напрямую олицетворяли их, но были символическими аналогами этих двух концепций. И постройка одного столпа, где стояли два, это постройка заново разрушенного храма Соломона в Нью-Йорке. Солнце и луна. А теперь только солнце или фаллический символ. Теперь только мужская башня. Вот к чему было 11 сентября. Как ни странно, новую башню хотят назвать Башни Свободы, и ее планировалось возвести к 2012 году. Я уверен, чтобы соотнестись с другими темными предсказаниями об Апокалипсисе или Армагеддоне. Но я вижу 2012 год совершенно иначе. Я вижу его на самом деле как рождение сознания, поскольку они не способны подавить сознание, их ритуал потерпел неудачу. Есть надежда в том факте, что здание номер 7 устояло и им пришлось снести его иначе. И по сути засветили всю возню, заставив многих людей покопаться в сети и понять, что это было работой спецслужб и оккультным ритуалом, снеся срединный столб, в который ничто не врезалось. То есть это было критической ошибкой в исполнении всего этого ритуала. И насколько я понимаю, они не выполнили замысел, который пытались осуществить, проведя данный ритуал. И вместо этого они спровоцировали великое пробуждение населения Земли. Как любит говорить исследователь Майкл Царион, 11 сентября ввело нас в ступор или все же разбудило. А теперь, как мы делали с обратной стороной большой государственной печати, на обратной стороне однодолларовой купюры, я хочу рассмотреть гематрию, оккультную нумерологию событий 11 сентября. Это номера трех рейсов самолетов, врезавшихся в данные три здания. В Северную башню врезался рейс номер 11, в Южную рейс номер 175, и в Пентагон якобы врезался рейс номер 77. И был еще один рейс, имевший отношение к этому дню, разбившийся в Шэнксвилле, штат Пенсильвания, из-за воздействия чьей-то неизвестной воли, скажем так. Его номер был 93, и по моему мнению, рейс 93 на самом деле направлялся к зданию номер 7 Международного торгового центра, а не на Вашингтон, как было заявлено. И для меня в этом гораздо больше смысла, чем в направлении на Вашингтон, поскольку я убежден, что он должен был врезаться в здание номер 7, заранее заминированное, чтобы сложиться, как и башни Близнецы. и рейс, не долетевший до здания 7, означает, что им пришлось принимать решение, разрушить это здание или оставить его, и мы знаем, что они выбрали. Поэтому я помещаю номер 93 на здание 7, и сначала будет казаться, что это очень случайный набор чисел, и что эти числа не имеют ничего общего со зданиями, пока не начинаешь рассматривать все в рамках гематрии, и тогда возникает явная закономерность. Итак, я оставляю 11, как и было, и буду сокращать или складывать эти две цифры вместе, и получать сумму. Итак, 9 плюс 3 равно 12, 1 плюс 7 плюс 5 равно 13, и 7 плюс 7 равно 14. То есть теперь в номерах четырех рейсов мы имеем явную последовательность 11, 12, 13 и 14. И мы можем далее сократить каждый до одной цифры. Складывая 1 и 1 получаем 2, 1 плюс 2 равно 3, 1 плюс 3 равно 4, 1 плюс 4 равно 5, то есть у нас последовательность 2, 3, 4 и 5. Если сложить их вместе, 2 плюс 3, плюс 4, плюс 5, мы получаем сумму 14. И опять же, мы видим то же символическое число, в сумме дающее 5, символизирующее 5 элементов, землю, воздух, воду, огонь и дух. Но здесь присутствует их разделение, 1 и 4, дух и 4 элемента. Это 14 уровень той самой пирамиды, где свет всевидящего ока, 13 слоев из камня и свет на вершине, на 14 уровне. И взгляните на дату 11 сентября, 11.9.2001. Если сложить все эти цифры, 9 плюс 1, плюс 1, плюс 2, плюс 1 из 2000, и мы получим 14 снова. То есть это не только дата, это силы, совершившие этот акт. Хорошо? Номера 4 самолетов в сумме дают 14. Если сложить все цифры, получается 14. То есть силы, осуществившие этот ритуал, это 14, что соответствует 14 уровню этой пирамиды, или просвещенным иллюминатам, темным магам за кулисами, манипулирующими событиями в нашем мире. Итак, номера рейсов по зданиям таковы. 77 Пентагон, 11 Северная башня, 175 Южная башня и 93 здание номер 7. Если сложить номера двух рейсов, врезавшихся в эти башни, вместе, мы получаем число 186. 175 плюс 11 равно 186. Итак, это самолеты, врезавшиеся в башни Близнецы, Северную и Южную. Что если мы поровну разделим это число между данными двумя зданиями, разделив его на два? 186 разделить на два равно 93. Итак, у нас здесь 93, 93, 93. У каждого здания, и мы уже обсуждали, что символизирует собой число 93. Оно олицетворяет собой волю выбраться из иллюзии, трясины базового сознания, и расти к космическому осознанию или высшим уровням сознания. 93 число силы воли и любви. Это, по сути, одна и та же сила, сила, расширяющая сознание, любовь, или воля к стремлению вверх, превращать наши мысли и чувства в действие, применяя свою силу воли. Итак, у нас осталось лишь два числа, символически представляющие собой события этого дня, 77 и 93. И это два исключительно значимых оккультных числа в нумерологии, поскольку они символизируют две совершенно противоположные концепции. И мы должны рассмотреть, как эти два числа соотносятся с третьим числом, 777, которое, как мы уже обсуждали, является числом Бога, завершенности или совершенства. Мы видели это раньше. Семь чакр, семь планет, видимых невооруженным глазом, утроены, это совершенство трех аспектов сознания, три аспекта, достигшие единства. Повторюсь, это число Бога, число завершенности или число совершенства. Сравним число 93 с числом 777, дающим в сумме 21. 9 и 3 в сумме дают 12, которое сокращается до трех. То есть, они дают в итоге одно число. То есть, они равны между собой, они означают одно и то же. То есть, любовь – это 93. Воля соответствует 93, и это число восхождения. То есть, все данные идеи – одно и то же. Они означают одно и то же. В гематрии, когда нумерологическое сложение дает одинаковое значение, те слова, что они собой представляют, по сути, означают одно и то же. То есть, 93 – это 777. Это любовь, это воля, это восхождение, это Бог, завершенность и совершенство. Они все – одна и та же концепция. Число 77 весьма значимо. Это 14. Это темный аспект того цвета в треугольнике. Эго – всевидящее око, направляющее постройку этой пирамиды вверх. Физическая форма, физический мир, управление, контроль, черная магия. Это сила хаоса. Число 77 символизирует хаос во всех формах оккультизма. Оно символизирует черного мага. Это число чародеев. И это число зверя в небесах. Почему так? Потому что, не сумев, даже добившись успеха в развитии прочих двух аспектов сознания, мыслей и эмоций, но не действий, или в мышлении и действиях, но не в эмоциях, к примеру, черный маг лишен эмоций, или даже в эмоциях и действиях, но не в мышлении. Это низшее сознание, это зверь. Вы не добрались до 777. Вы лишь дошли до 77, то есть двух третий завершенности, или это 14, две трети от 21. Если разделить 2 на 3, это дает 0,666 до бесконечности. То есть, это число зверя в небесах. Черный маг и есть зверь. И это закодировано на масонском табеле третьего градуса. Вы видите здесь орудие убийства Хирама Абифа. Последний удар ему наносит деревянным молотом, символизирующим невежество, угасание света, поражение третьего глаза. Он положен в гроб. Гроб – это дух, в котором Хирам Абиф Х. 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 Х на древнееврейском символизирует 5,5,5, номер Хирама Абифа. Он лежит в своем гробу, поскольку он дух, он истина, он свет, и он... Череп и кости помещены на крышке гроба, символ мага, черного мага, покоряющего свой дух. Поэтому этот череп – умственный дар, мышление и одаренность левополушарным умом, плюс воля к действию господствует над духом. Черный маг, одарен умом, обладает волей, чтобы приложить свой ум к действию, но у него нет совести. Совесть похоронена в этом гробе. И подобный индивидуум направлен на запад. Он стремится в направлении царства тьмы и смерти к западу, не к царству света на восток. И здесь символически ветка акации, представляющая собой надежду на возрождение во фримасонстве. То есть это надежда, что тот, кто разрушил свой дух посредством своего интеллекта и воли к действию в эгоистической манере, все же может, способен воскресить воскресить свой дух и прийти к нравственной честности и совести. Вот что символизирует собой данный табель, масонский табель третьего градуса. Он говорит, да, тебя допустили к некоторым тайнам, к некому знанию, но ты должен применять его, оберегая свой дух, не использовать его как черный маг, иначе ты идешь к западу, а не к истинному царству света, лежащему на востоке. И я думаю, это отличная аллегорическая трактовка нравственности. И мы видим далее, что эти два числа, что ритуал сводится к числам 77 и 93, и позиции, которые они занимают, все объясняют. Цель ритуала в том, что черные маги, считающие себя всевидящим оком сознания, уничтожают способность других найти истину, дать рождение совести и вырасти в сознании, и они разрушают эту лестницу к высшим сферам сознания. Или, если заменить 77 и 93 их символическими аналогами, 77 число зверя в небесах, 93, другой вариант для 777 числа Бога. Посмотрите, о чем данный ритуал на самом деле, говорит символически. Он о звере, господствующем над Богом. Зверь становится Богом, уничтожая Бога. В этом его первичная суть. Вот насколько темен этот ритуал. Все дело в эго, иллюзии, подчиняющей дух и подавляющее высшее сознание. Мы можем видеть, что это закодировано в самой дате. 9,11 сокращается до 9,2. Мы просто складываем две единицы, и в этом заключен символически весь ритуал, выраженный его датой. 9,11 дают 92. Понимаете, это не 93. Оно на единицу меньше любви, восхождения, воли Бога. Оно не дотягивает до божественного. Вот в чем суть всего события. Идея, что воля человека подводит его, и теперь над ним властвует время зверя. Видите, 92 из 93. Нехватка любви, воли, восхождения, Бога сокращается до 11,12, которые сокращаются до 2,3, что опять же дает число низшего сознания. Это число зверя, сведенное к десятичному формату. И вот что весь ритуал 11 сентября в конечном счете означает. Он олицетворяет разрушение лестницы к Богу, разрушение каббалистического древа жизни, десяти сферот, 1,2,7, разрушение их и разрушение лестницы, которую мы можем использовать для восхождения в сознании. Он олицетворяет уничтожение истины и великой богини, ритуал человеческого жертвоприношения, поскольку люди были ритуально принесены в жертву в этом темном действии. Это уничтожение священного женского начала, неравнодушия истины, очередной ритуал, чтобы ритуально сжечь богиню заботы, богиню, олицетворяющую землю, терру. Опять же, вы слышите политиков, говорящих, что если вы не с нами, вы с террористами. Тарра, великая богиня, мать земля, терра, так называют землю. Если вы не с нами, вы с теми, кто на стороне земли, стороне матери богини. И он также, он также был использован для создания гегелевской диалектики, разрушить тезис и антитезис и создать синтез, срединный столб черного мага. Вот чем было событие, случившееся 11 сентября 2001 года, оккультным ритуалом для запуска темной искаженной версии гегелевской диалектики. Хаос, замешательство, возможность. Генерал Дуглас МакАртур так говорил о гегелевской диалектике. Он сказал, «Наше правительство держит нас в постоянном страхе, в непрекращающемся массовом порыве патриотического рвения, воплями о смертельной угрозе национальной безопасности. Всегда присутствовало некое ужасное зло внутри страны или некая чудовищная внешняя сила, готовая поглотить нас, если мы слепо не сплотимся вокруг правительства, создать хаос, добиться реакции замешательства и страха и получить возможность предложить решение, заготовленное тобой заранее». Герман Геринг отлично понимал это, один из высших чинов третьего рейха нацистского режима. Он сказал, «Естественно, обычные люди не хотят войны, ни в России, ни в Англии, ни, по правде говоря, в Германии. Это вполне понятно, но в любом случае, лидеры страны определяют ее политику и всегда несложно втянуть в войну народ, будь это демократия, фашистская диктатура, парламентская или коммунистическая диктатура». Согласен он или нет, народ всегда можно подчинить воле его лидеров. Это нетрудно. Все, что нужно, сказать им, что их атакуют, и осудить миротворцев за недостаток патриотизма и подвергание страны опасности. Это одинаково работает в любой стране. В точности, что мы видели 11 сентября, за исключением, что они не только сказали людям, что их атакуют, что и сделал Гитлер. Гитлер поджег свой собственный рейхстаг, здание парламента Германии в Берлине, обвинив в этом коммунистов, хотя именно его гестапо на самом деле устроило поджог. Они сами подожгли рейхстаг, и он повесил это на коммунистов, чтобы добиться большей политической власти и поста верховного канцлера. Геринг в точности описал гегелевскую диалектику. Бенджамин Франклин заявил следующее, «Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности, и у нас нет ни того, ни другого, поведясь на охоту на ведьм, на погоню за призраком Бугимена в следствии 11 сентября, поскольку ближневосточные террористы не делали этого, это было постановочным оккультным ритуалом, не имевшим отношения к исламскому фундаментализму вообще». Вольтер сказал, «Те, кто может заставить вас верить в абсурдное, могут заставить вас совершать чудовищное. Если ты соглашаешься с тем, что просто неправда, ты можешь дойти до любых чудовищных действий». И в реальности вот зачем был нужен этот ритуал, чтобы держать нас в постоянном состоянии страха, чтобы нас было проще контролировать. Вот к чему весь этот страх терроризма и система террористической тревоги. Так же, как Гитлер поджег здание своего парламента, и мы получили свой пожар в Рейхстаге под названием 11 сентября. И он был лишь ради атаки на наши гражданские свободы и права, и нашу свободу слова, чтобы просто урезать все данные Богом права, что мы имеем сейчас, атаки на наш личный суверенитет. И люди будут охотнее поступаться своими личными суверенными правами, если их сознание отключается страхом. Они купились на этот страх, и теперь мы вторгаемся в страны, на самом деле не имевшие ничего общего с этим событием, развязываем войны и убиваем миллионы невинных людей в результате этой полностью мошеннической инсценировки. Вот какие чудовищные вещи мы творим, потому что поверили в этот абсурд. Убийство детей, пытка, сегодня рассматривается приемлемой во многих кругах, абсолютно недопустимые действия в отношении людей, не заслуживающих обращения с собой, как с животными, что они и делают со многими пленными, которых нередко держат в секретных тюремных лагерях. И это лишь дальнейшее закрепление атмосферы страданий и страха в мире. И это самоподдерживающийся цикл, лишь провоцирующий подобную динамику. Страха, беспорядка, хаоса. Вот к чему было все случившееся. Как отображено в символике 33-го градуса. Символ 33-го градуса Ордена Свободных Каменщиков Двуглавый Орел представляет собой того, кто видит прошлое и будущее, поскольку в конечном счете одна и та же сила контролирует и направляет и то, и другое. И это о порядке из хаоса. Фраза «Deus miumque ius» на латыни означает «Бог и мое право». «Бог и мое право», как божественное право королей. И «Порядок из хаоса». Еще одна эмблема 33-го градуса. «Магия хаоса». Порядок нашего рода из хаоса нашего сорта. Однако есть и позитивная интерпретация данной эмблемы и фразы «Ордо апхао». Порядок также возникает из хаотических ситуаций, как когда ты доливаешь воду в стакан, пока ее уровень растет. Также растет сознание без бурления и хаоса не обойтись, но затем, поднявшись на более высокий уровень, вновь обретает покой, порядок и равновесие. В общем, такой способ рассматривать этот принцип с позитивной стороны. Но 11-го сентября определенно темные оккультисты, манипулирующие маги, организовали это событие пример колдовства хаоса, магии хаоса, чтобы навязать свой порядок гегелевской диалектики, пользуясь хаотическим событием, ими же и созданным. Еще одна вещь, которую темные оккультисты хотят помешать людям понять, это как на самом деле устроена наша реальность. Как мы вместе в совокупности, в суммарном количестве, в смысле коллективно, как вид, к со-создаем нашу реальность, в которой мы существуем на Земле все вместе, как люди. И вы могли слышать о подобной идее в движении Нью Эйдж, о законе притяжения. Многие относящие себя к Нью Эйдж хотят, чтобы люди верили, что мы индивидуально создаем нашу реальность, всю самостоятельно. Марк Пассио не создает реальность Марка Пассио всю в целом, ту, с которой сталкиваюсь я своим мышлением. Другие люди также участвуют в данном процессе. Это совместное созидание. Если кто-то вдруг проявляет ко мне некое насилие, не я создал это переживание, это полное непонимание закона притяжения, того, как он работает. Свобода воли присутствует. Я могу сделать что-то совершенно случайное, как и другие люди, поскольку они способны к проявлению свободы воли. То есть мы не создаем нашу реальность индивидуально, на индивидуальном уровне, основываясь на знании нами воспринятом, основываясь на нашем понимании этого знания, и затем основываясь на том, что мы делаем, как себя ведем при этом знании, в суммарном количестве людей, это определяет, как общество создает свою реальность для себя. Это происходит на общественном уровне. И темные оккультисты знают, как работает данный принцип. Именно поэтому это уровень, с которого они всегда хотят контролировать эту реальность. Это уровень реальности, если ты темный оккультист, к которому ты стремишься, поток, которого ты хочешь отравить, которому ты хочешь ограничить доступ, убедить людей не заглядывать в него. Это само знание. То, что я хочу выстроить здесь, на этом слайде, на самом деле тривиум. Это древняя классическая методология поиска истины, которую я также разбирал на семинаре о естественном законе. Она называется знание, понимание и мудрость. В современном тривиуме они обозначены как грамматика, логика и риторика. Есть также то, что я называю компьютерной аналогией, моделью тривиума, а именно ввод информации, ее обработка и вывод. Они в конечном счете одно и то же. То есть это стадия грамматики или ввода в методике тривиума. Это восприятие всех, казалось бы, бессвязных кусочков информации, имеющихся в наличии. Вы собираете свою грамматику, собираете различные кусочки вашего словаря. Доступная информация содержит в себе потенциальное знание, которое мы можем собрать, обработать, можем понять и затем действовать на его основе. Если мы не делаем этого, мы в невежестве, мы даже не смотрели на него. То есть противоположность знания полное невежество. Вы даже не пытались взглянуть на это. Второй уровень устройства нашей реальности построен поверх знания. поверх этого знания как основания у вас либо есть осознание или понимание этих принципов, либо его нет. Поэтому вы либо узнаете, что означает это знание и как оно работает, либо у вас нет его глубокого понимания. То есть это принятие решений, фильтрующие процессы. Это логическая ступень триума. Или по компьютерной аналогии это будет обработкой информации. Данные процессы происходят в разуме человека и выбираются каждым индивидуумом, основываясь на доступной информации, которую он воспринял. То есть если вы не прошли свой курс грамматики или не накопили знания на первой ступени этого процесса, вам просто нечего обрабатывать, чтобы прийти к пониманию этого. Вот почему у столь многих людей нет понимания принципов оккультных наук, поскольку они даже не начали изучать, что такое оккультное знание, что в нем содержится. То есть вы в принципе не можете прийти к пониманию, как устроена вселенная, если вы не приобрели этих знаний. Далее третий шаг в данном процессе действия. По сути применение действий, основываясь на твоем понимании. Каждый индивидуум в обществе, поведение каждого индивидуума, основано на качестве процесса принятия им решений, осуществляемых на ступени номер два, что в свою очередь основано на качестве доступной информации, которую он воспринял. И опять же, заметьте, мудрость это действие, оно отличается от знания, отличается от понимания. Так? Это знание, то, что существует изначально, и вы можете воспринять его объективно. Понимание это внутренний процесс, он происходит внутри человека, основываясь на знании, которое ты воспринял и обработал. И затем мудрость это действие, то, что ты делаешь в мире, пользуясь знанием, тобой приобретенным и понятым. Но опять же, я подписал здесь или отсутствие оного на каждом из этих блоков. Отсутствие знания невежества, отсутствие понимания неразбериха и отсутствие мудрости безрассудства. Так что еще одним уровнем выше то, что мы получаем, основанное на том, что мы сделали, то, что проявляется, что формируется, что мы испытываем на себе, проявленная реальность, качество условий, с которыми мы сталкиваемся, переживаем, и качество условий, проявляющихся коллективно в нашем обществе, в любом обществе, основано на совокупном качестве поведения в данном обществе. Так что еще раз, это пошаговая прогрессия, то, что мы восприняли, к пониманию, чего мы пришли, как мы себя ведем, что мы получаем. Я всегда говорю, что это самый мощный слайд во всей моей работе. Если вы поймете один слайд, глубоко, глубоко поймете данный процесс, поскольку именно это темные оккультисты не хотят, чтобы люди понимали. Вот настоящий закон притяжения, друзья, а не его нью-эйдж вариант, неизбитый нью-эйдж мистицизм, я хочу продать миллион миллиард книг, говоря людям то, что они хотят услышать. Закон притяжения. Вот как вселенная на самом деле устроена, по своей сути. И это описывает не только как она работает, но и наши отношения с данным процессом. Вот, что они не хотят, чтобы вы знали. Это самая глубоко спрятанная информация, поскольку естественный закон содержится внутри этого. поскольку если совокупное качество поведения аморально, рабство в результате. Вот почему мы в ситуации, в которой находимся. Потому что столь многие люди не истинно нравственные индивидуумы, они в общем не знают разницы между правильным и неправильным поведением и делают неверный выбор. Так что пока им удается скрывать это от основной массы человечества, от глубокого понимания, они всегда будут нас контролировать. Пока это не станет всеобщим знанием того, как в реальности устроена наша вселенная и как наш опыт в действительности формируется. И мы поймем, как мы в совокупности становимся все более и более нравственными, как цивилизация, тогда наша цивилизация становится более свободной. Поскольку мы становимся все более нравственными, когда мы понимаем, как данная динамика определяет для нас всеобщее качество нашего совокупного переживания, вот когда мы прогрессируем как вид, вот когда мы вырываемся из-под контроля разума, и вот когда мы противостоим великому деланию темных оккультистов. сайта на динаме верно, что это не динаме не как это Продолжение следует... Продолжение следует...